Доната Каризи. Охотник за тенью. Читает артист Павел Конышев. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. Евангелие от Луки. Мы для богов, что мухи для мальчишек. Им наша смерть – забава. Шекспир. Король Лир. Пролог. Охотник за тенью. Мы приходим в мир и умираем в беспамятстве. То же случилось и с ним. Он родился во второй раз, но сначала должен был умереть. И заплатил за это свою цену. Забыл, кто он такой. Я не существую, твердил он снова и снова, ибо то была единственная доступная ему истина. Пуля, пронзившая ему висок, унесла с собой его прошлое, а вместе с тем – его личность. Но не затронула общую память и речевые центры. Странное дело. Но он говорил на многих языках. Эти редкие лингвистические способности – единственное, что было в нем определенного. Лежа в Праге на больничной койке, он ждал, когда поймет, наконец, кто он такой. И вот однажды проснулся ночью и увидел у своего изголовья мужчину, кроткого на вид, с черными волосами, причесанными на косой пробор, с мальчишеским выражением лица. Я знаю, кто ты. Эти слова должны были привести облегчение, но оказались лишь прелюдией к очередной тайне, ибо человек в темной одежде тотчас же положил перед ним два запечатанных конверта. В одном, – объяснил он, – находится чек на предъявителе на 20 тысяч евро и паспорт на вымышленное имя, куда остается только вклеить фотографию. Во втором – истина. Посетитель сказал, что он сам должен решить, но торопиться не нужно. Времени предостаточно. Ведь узнать о себе все не всегда благо, так что ему предоставляется вторая возможность. – Подумай хорошенько, – посоветовал он. – Знаешь, сколько людей хотели бы оказаться на твоем месте? Сколько людей мечтает, чтобы амнезия навсегда стерла из памяти все ошибки и падения, всю боль прошлого? И можно было бы начать сначала, с чистого листа. Если ты выберешь этот путь, послушай меня и выбрось второй конверт, даже не открывая. Чтобы облегчить ему решение, гость рассказал, что там снаружи никто не ищет его и не ждет. Нет у него ни привязанностей, ни семьи. И посетитель удалился, унося с собой свои тайны. Он все смотрел на конверты. Смотрел до рассвета и в последующие дни. Что-то подсказывало ему. Тот человек знал, что он в итоге выберет. Проблема была в том, что он сам этого не знал. То странное ночное предложение подразумевало, что содержимое второго конверта ему вряд ли понравится. «Я не знаю, кто я такой», — твердил он себе. Но вскоре понял, что какую-то часть своей личности в состоянии постигнуть, прожить остаток жизни в сомнениях ему не под силу. Поэтому в вечер перед выпиской из больницы он выбросил конверт с чеком и паспортом на вымышленное имя, чтобы не передумать. Потом вскрыл тот, где таилась разгадка. В конверте лежал билет на поезд до Рима, немного денег и адрес церкви — Сан-Луидже-де-Франчези. Целый день он искал эту церковь. Отыскав, уселся на скамью в глубине центрального нефа и несколько часов любовался шедевром архитектуры, совершенным слиянием Ренессанса и барокко. Туристы, толпившиеся у алтаря, не обращали на него внимания. Его самого ошеломила такая красота. Среди образов, какими питалась его девственная память, ничего подобного, скорее всего, не было. Творения, окружавшие его сейчас, вряд ли можно было с легкостью забыть. И он пока не знал, какое отношение имеет к нему все это. Когда поздним вечером посетители потянулись прочь из церкви, подгоняемые близящейся грозой, он спрятался в одной из исповедалин, просто не знал, куда ему еще идти. Массивные двери заперли, свет выключили, только свечи мерцали в темноте. Снаружи палил дождь, от раскатов грома вздрагивало пламя свечей. И тогда раздался голос гулка, прозвучавший в пустом здании. Маркус, иди посмотри. Значит, вот как его зовут. Он услышал свое имя, но это не произвело ожидаемого эффекта. Просто набор звуков, ни о чем не говорящий. Маркус выбрался из укрытия и пошел искать человека, которого видел один единственный раз в Праге. Нашел его за колонной. Он стоял перед одним из боковых пределов. Стоял спиной к проходу, не двигаясь с места. «Кто я?» Человек не ответил. По-прежнему смотрел прямо перед собой. На стене маленькой капеллы висели три картины крупного формата. Караваджо создал эти полотна между 1599 и 1602 годом. Призвание, вдохновение и мученичество святого Матфея. «Мое любимое последнее», он указал на картину, висевшую справа. Потом обернулся к Маркусу. Согласно христианским преданиям, святой Матфей, апостол и евангелист, был убит. Святой на картине сбит с ног, и его убийца занес меч, готовясь нанести смертельный удар. Свидетели в ужасе разбегаются, предвидя то, что должно случиться, давая свершиться злу, которое вот-вот восторжествует. Матфей, вместо того, чтобы покориться судьбе, протягивает руку, словно пытаясь остановить острие, избежать мученичества, которое сделает его святым, подарит вечное блаженство. Караваджо вел рассеянную жизнь. Посещал самые злачные места Рима, и на тот или иной сюжетный ход в картине его частенько наталкивало то, что он видел на улице. В данном случае – насилие. Поэтому попробуй представить себе, что в этой сцене нет ничего святого или душеспасительного, что в ней участвуют обычные люди. Что ты видишь?